всем привет дорогие друзья сегодня впервые я решил попробовать рисовую вермишель приготовил ее сам по традиционному моему рецепту с обычной водой в смысле кипяченой потом здесь у нас мидии маринованные сами видите лучок помидорчик и соусы тут я всякие набрал поэтому сегодня хочу кстати с вами обсудить две темы одна вы давно просили и да я хотел что-то что-то обтаить это так сказать мое юношество это занятие спортом какое у меня было также как мы познакомились с моей супругой я надеюсь будет всем интересно всем приятного аппетита давайте начинать начну я пожалуй с кваска как же без него реклама делать не буду просто квас люблю вот сегодня у меня сельдерей ни разу не пробовал жена наш пищит от него не знаю хочу с ведь вместе с вами попробовать видите кстати сельдерей и макароны для меня новой мидии раньше пробовал по поводу морковки да морковку я не люблю я об этом говорил но она же маринованная это совсем как бы другие вкусовые качества просто так морковку грызть есть я ее вообще не могу и не понимаю может быть за того что в детстве не запихивали и и всем приятного аппетита давайте попробуем что это получилось по вкусовым к вам все хотя и солил но она то ли больше соли впитывает то ли в общем будем сейчас экспериментировать так у меня тут есть соус соевый немножко попробуем здесь ее подлить не знаю что это выйдет вроде как китайцы едят именно так если что поправьте меня попробуем ее немножко соусом совсем другой вкус небо и земля то ли без ничего то ли вот соус соевый соус ну просто значит они знают что делать китайцы кстати сразу хочу попробовать вместе с вами сельдерей серделей как я его называю на на забах никого убора не знаю что со мной как она это ест короче ребята мне не очень не знаю длинушка мне нравится больше так вот начну пожалуй сначала со спорта когда я еще учился в школе это еще девятый класс мне выдалась такая возможность и мама мне выдала такую возможность ты идешь ты идешь заниматься спортом ну иду так иду люди подневольные так сказать пошел и на спортивную гимнастику спортивная гимнастика для меня была что-то сверх сверх интересное новое очень было прикольно смотреть как там люди кувыркаются все такое мне нравилось по крайней мере визуально пошел я желающих было много разной группы позанимался первую неделю и понял как это тяжело эти растяжки ты должен держать пресс уголок шведская лестница вообще всегда была мы с ним начинали и заканчивали чем гимнасты должны быть очень-очень сильные подтянуты готовы практически ко всему в общем как универсальных солдатов готовили на шпагат я садился очень долго где-то наверно с полгода точно извиняюсь кстати морковочку маринованная совсем другой вкус и кислинка есть и специи в общем во рту что-то творится именно по вкусовым качествам друзья появились сдавал я там как не экзамены там соревнования и на соревнованиях ты показываешь свой разряд защищаешь его ну если кто курс они меня поймут вот детские там я прошел их тоже на три уровня разбиваются в общем все хорошо было до тех пор просто пока у меня не случилось одно так сказать происшествие для меня в общем короче на перекладине все знают есть страховочные ремни получается рука сюда привязывается такая как кольцо и перекладине если тебя рука соскользнет просто что ты не улетел и не разбился потому что вот эти вот уже обороты пошли но тоже где-то было спустя три года а вот и в общем для того чтобы руки не скользили сыпется такая вот магнезия есть она тоже была страшно дорогая но тем не менее все ее брали и она попадает под этот ремень ремень получается должен с тобой вместе крутиться обороты как солнышко это называется вообще это обороты большие обороты чем ремень закусываются а серёжа стал наматываться как веревка просто натурник более крики было очень неприятно в общем в итоге все думали что у меня перелом я даже думал в итоге нет у меня просто был как сказать обалденно большой вывих в общем потянул я связки и в общем у меня начал вырабатываться как сказать гормон страха естественно что за перекладину я вообще забыл потому что нельзя было заниматься некоторое время ну потом у меня начались к нему взятые отношения к этому перекладине еще к тому же начал мне формируется характер начал я уже отстаивать свое мнение перед тренером перечить спорить ну как бы свое мнение высказывать и придерживаться именно его вертелец не забывайте успехи у меня были в принципе я был в нашем зале в тройке лучших у меня как представителя я видел я на областные соревнования мне очень нравится батут это что-то с чем-то можно прыгнуть очень высоко крутнуть все что хочешь а еще рядом есть поролоновая яма это хоть головой туда лети в общем ты не повредишься это просто мягкая такая посадка и мне единственное очень хотелось научиться делать сальто называется бланш бланш это сальто ровным телом это неимоверно сложный как сказать пируэт в общем я хотел его сделать и короче только реализовался его именно делая на батуте мне это очень нравится в общем если будете где-то увидите именно батут обязательно попробуйте но он должен быть как бы профессиональным потому что дети прыгают на вот этих надувных это совсем не то уж поверьте ну в общем короче ездил я ездил все было хорошо занимал призовые места у меня вначале сюда было третье и второе место мне так было обидно ну потом были первые естественно что самое обидное когда ты заевал первое место а на следующий год ты едешь и занимаешь второе место и тебе нужно того кто тебя обыграл его нужно наградить потому что ты как бы передаешь ему эстафету первенства это такие завидки ой капец в общем короче есть что вспомнить так сказать из этого мне в принципе гимнастика очень нравится и до сих пор я периодически смотрю на кольцах кресты конечно тоже это очень адский труд научиться сделать крест посмотрите если вам интересно что такое крест на кольцах в общем чем закончилось если так немножечко уже подытожил начал тренер он начал как сказать выражать свои недовольства в плане того что я не делаю в полном объеме все то что он требует ну у меня как бы уже после травмы немножко уже были ой извиняюсь другие уже отношения но особенно как вы поняли к перекладине ну в общем короче я стал ему перечить периодически там не буду я выполнять не хочу я хочу вот так дошло до тех пор пока пока тренер просто ладошкой напомню там было где то наверное сколько то девятый класс то я уже пошел в институт наверное второй курс ладошкой меня ударил по животу в общем все для меня контры короче были я очень обиделся на это потому что как бы распускать руки на меня родителей мама меня конечно била но отец никогда для меня это было морально очень трудно перенести поэтому я наверное не наверное а решил наверное покончить с этим думаю если что то то позже приду ну в общем короче все оставил этот спорт пошел в учебу для тренировки очень много времени занимали в общем надо было колоссально много времени туда и туда все выбрал учебу меня приглашали в качестве судьи в общем ходил я на соревнования судил конечно же никому при этом не относился в общем все в этом плане у меня хорошо и даже после этого с тренером мы иногда переписываемся общаемся перед девками очень прикольно выпендываются делая там на земле тоже сальто рандат фляг сальто там много фляг рука нога руки ноги 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 и в конце сальто заканчиваешь все девки конечно так сказать писали капитком в общем такой маленький успех имел в этом плане тоже немножко мне оно помогло я постепенно переходя на следующую тему которую я вам обещал как мы познакомились с моей супругой вот зайду немножко сзади как бы не смешно это звучало в общем сначала я познакомился с прошлой моей жены познакомился переехал ремонт дети ребенок родился очень много было интересных моментов и в общем в итоге уже закончили повседневные дела я имею ввиду заботы там ремонт и вот эти вот все ипотеки там такое в общем а я работал немножко еще с правсоюзом у нас на работе имел доступ к путевкам ну недолго думаю естественно так как у меня работы всегда много было я отправил свою бывшую жену с ребенком отдыхать ну отправил отправил все хорошо приехали ну смотрю что она очень много с кем-то разговаривает по телефону и еще поздно разговаривать начало она как бы никогда не лез в это дело разговариваешь разговариваешь много начал разговаривать тихоньки тихоньки хахоньки с кем разговаривает не говорит насторожился немножко ну ладно как бы я привык доверять людям когда особенно они живут в твоей семье я считаю на этом основываются чувства именно на доверии в общем доверялся так сказать в один прекрасный день приводит она в квартиру хахаря естественно немножко выпила и он застирать рубашку привела у меня все взрыв в голове ребенок не стал устраивать никаких там серьезных сцен разборки там драки что-то я тоже при ребенке особенно не очень хочу это чтоб она видела ну все на этом порешали одного посылка для меня хватило когда я спросил она да отдых не прошел зря ну так и так ты уверена уверена а почему ответ был конечно колоссальный мне поразило то что меня не видно за ним в зеркале то есть то есть если между ней и зеркалом становится ее крендель то ее в зеркале не видно но если для тебя это главное показатель то конечно почему бы нет то есть так 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 короче подавал на развод я а а еще что она говорила ну я ем суп 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 не борща захотелось ну давай вперед после моего съезда через неделю звонила Сеня спаси меня спаси он меня бьет ну уж извини ну я заговорил я с вами наш соус попробовать какой он тут сейчас сырный соус на кстати тоже это давай такой желтый насыщенный свет ну и все и в итоге я стал жить на съемной квартире возвращаясь к теме как познакомился с женой обычно социальные сети ребята раньше в это не верил как бы в соц сетях познакомиться единственное что возможно отличало меня от всех я это уже потом мне рассказывают что я не сильно хотел общаться я сразу ну я реально сразу же написал говорю давай встретимся и увидимся воочию нежели вот это переписываться эти долгие переписки то такое лясем трясем потому что бывает что и фотографии другие цепляют ну мне вам рассказывать я говорю давайте встретимся давай только я на рынок заскочу и к тебе в парк хорошо? хорошо на рынок так на рынок в общем короче увиделись в парке посидели пообщались ну не знаю около двух часов наверное посидели вот так пошел безо всякого непринужденная обстановка это была осень ну смотрю она мне голову на плечо ложит ну для меня это был большой знак поэтому как бы ну обнял немножечко тоже ж не против была ну дальше тоже слово за слово посадил потом на транспорт отправил домой звонок перезвонок потом ну наверное недельки через две приехала домой ко мне без ночевки это акцентирую на это внимание ну а через месяц она ко мне переехала ну стали мы жить пожевать и семейные вопросы наживать поэтому в принципе меня все устраивает как она говорит ее тоже все устраивает ну так живем потом 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 уже ну кстати уже наверное если нам видно разорвает по-моему четыре года с ней так что в принципе все хорошо приехали в квартиру собираемся делать ремонт собираемся делать ремонт мы решили параллельно еще завести такой канал кстати у меня к вам огромная просьба как бы мы создали канал Сене АСМР у меня видите не только АСМР уже получается я очень прошу вас помочь как сказать в доработке канала как его лучше назвать предложение ваше обязательно пишите в комментарии у нас есть свои наработки по поводу названия обязательно ждем от вас предложение я надеюсь я ее уломаю со мной вместе сниматься если честно ей хочется но колется как она говорит я ничего не готова так вот как ее подготовить к этому тоже извиняюсь что вы мне скажете сельдерей мне реально не понравился не знаю как его едят может я такой может у меня вкусовые такие качества так сказать рецепторы мне очень в эту сторону развиты это не знаю что я знаю что я не знаю я не знаю Макароны реально сытные Миди, конечно, вкусные, зачетные Ух ты Найлся от пуза Очень приятно было с вами Поболтать Надеюсь, вам было так же вкусно, как и мне Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok